Как познать себя во всей полноте? Вас просто необходимо представить самим себе. Вы слишком много внимания уделяете тому, что вокруг вас, и недостаточно тому, что внутри. Но качество вашей жизни зависит прежде всего от состояния этого. Да или нет? Одежда, которая сейчас на вас, машина, припаркованная снаружи, дом, в котором вы живете, все это не определяет качество вашей жизни. Качество вашей жизни определяет то, испытываете ли вы сейчас радость или нет. Но вы ничего не сделали для этого. Вы думаете, это состояние является следствием, и устанавливаете недостижимые цели на пути к счастью. Для счастья мне нужно, чтобы моя жена изменилась, мой муж изменился, мои дети поменялись, мир должен измениться. Эти условия достижения счастья и умиротворения невыполнимы. Вы довольствуетесь умиротворением. Почему я говорю «довольствуйтесь»? Потому что многие люди оставили свои стремления к состоянию экстаза и блаженства. Умиротворения мне будет достаточно. Даже многие так называемые духовные лидеры говорят, что умиротворение — наивысшая цель в жизни. Умиротворение — это не высшая цель в жизни. Сегодня, чтобы насладиться обедом, вам нужно быть умиротворенными. Да или нет? Если вы не умиротворены, вы не сможете сделать в своей жизни ничего стоящего. Состояние умиротворения в сущности означает, что вы не смущаете свой ум. Состояние умиротворения означает, что вся ваша система испытывает легкость и покой. Вы знаете, что делать со своим разумом, со своими эмоциями, телом и энергиями. И вы умиротворены. Это не что-то заумное. Это нечто очень простое. У вас дома есть собака. Когда вы ее покормите, она будет сидеть в умиротворении. Не обязательно в состоянии восторга и экстаза, но в состоянии умиротворения. Хотя часто они бывают и в экстазе. Да? Если ваша собака способна сидеть умиротворенно. Да, но ей же не нужно управлять моим бизнесом. Дело не в этом. У нее свои дела. Это не связано с вашей внешней деятельностью. Это связано с вашими внутренними системами и их работой. Это означает, что ни ваше тело, ни ваш разум, ни ваша внутренняя химия, ни эмоции, ни энергии не слушаются вас. Они живут своей жизнью. Если вы не контролируете ваш механизм, пребывать в состоянии умиротворения невозможно. Если я скажу вам сесть в машину и поехать в эту сторону, а когда вы попробуете повернуть туда, машина поедет в другую. Сможете ли вы везти эту машину спокойно? Сможете? Нет. Естественно, вы будете испытывать беспокойство. Вот что произошло с вашим механизмом. Он потерял управление. А вы никогда даже не пытались узнать, где у него руль. Но здесь все не так просто, как с машиной. Это супер-супер-компьютер. Проблема в том, что большинство даже не удосужились найти клавиатуру. Они думают, что если они сделают так, все будет работать. Когда вам дан такой сложно устроенный механизм, если вы не будете управлять им, он доставит вам много проблем. Он работает как-нибудь, случайным образом. Я хочу, чтобы вы знали, он устроен так. Когда вы держите руки так, вы дышите одним способом. Когда переворачиваете их, ваше дыхание меняется. Можете попробовать, когда у вас будет время. Так и так. Все, что вы делаете, вносит кардинальные изменения в этот механизм, потому что он настолько сложен. Это гораздо больше, чем сенсорный экран. Если вы чего-то пожелаете, это произойдет. Когда вы обладаете таким чувствительным и сложным механизмом и управляете с ним с помощью молотка, быть в состоянии умиротворения сложно. Умиротворение — это не высшая цель в жизни. Это самая ее основа. Не ставьте умиротворение своей высшей целью. Иначе вы всего лишь упокоитесь с миром. Необходимо понять, что умиротворение лежит в основе вашей жизни, не так ли? Если вы хотите в жизни что-то делать как следует, если вы хотите разумно справляться с любыми ситуациями, состояние умиротворения и счастья — это основа всего. Люди считают, что для этого им надо оказаться на небесах. Они думают, что они обретут мир где-то еще, не здесь, потому что они никогда не обращали внимание на этот механизм. Никогда не обращали внимание на внутренний механизм того, как человек функционирует, что лежит в основе того, что происходит с вами. Нужно немного внимания. Поэтому наша базовая программа называется inner engineering — внутреннее конструирование. Мы сконструировали мир таким, каким хотим. В нем много удобства и комфорта. Но благополучия так и не пришло, не так ли? Его и не будет. Благополучие придет только, когда это будет сконструировано так, как вы этого хотите. Только тогда вы испытаете благополучие.